Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня решила с вами поговорить наконец-то на ту тему, которую вы у меня всегда спрашиваете. Я уже неоднократно начала писать в инстаграме по этому поводу посты. Поэтому, если вам интересно, то переходите в мой инстаграм-канал и там очень много всегда найдете разные полезные информации для вас. Также вы меня в инстаграме, в эфире просили, чтобы я создала для вас телеграм. Я это сделала, поэтому ссылочки в описании все оставлю. Ну а сегодня переходим к более подробной теме, как же все-таки открыть свою деятельность на территории Польши и это будет пошаговая инструкция. Я не буду сейчас отдавать свое предпочение прям каким-то отдельным видам деятельности. Сегодня я расскажу на примере спулки ЗО. Я знаю, что многие об этом слышали и все об этом прекрасно понимают, что это значит. Почему именно они? Ну потому, что она самопроще в принципе открыть для иностранца и эта спулка позволяет многим людям открыть свою деятельность, даже если у вас нет усталого повода. Чтобы открыть свою фирму, вам сначала первым шагом нужно определиться с родом деятельности, что вы будете открывать и с какой целью, потому что на это будет влиять ваша прибыль, налогообложение, а также способ регистрации. Следующим шагом, после того, когда вы уже определились, что вы все-таки открываете, это формирование уставного капитала. По закону для спулки ЗО это минимум 5000 злотых должен быть у вас уставный капитал, то есть вклад, но минимальный взнос одного учредителя это 50 злотых. Дальше третьим этапом это мы собираем все документы и идем к нотариусу. Поэтому у нотариуса мы встречаемся все вместе со своими учредителями, заверяем документы, подписи и так далее. Стоимость таких услуг все будет зависеть от воеводства, а также от города, в котором вы живете, но в среднем это 450-600 злотых. После того, когда вы уже пришли к нотариусу, все подписали, все там сделали, далее это идет регистрация в КРС. КРС это государственный реестр судебных решений, то есть краевый реестр сундовый. Для регистрации КРС вы просто относите все документы, которые были ранее сделаны у нотариуса и к вам присваивается еще номер реган. Стоимость такой услуги будет вам стоить 1500 злотых. Следующим этапом это налоговый учет. Конечно же, куда без налоговой, здесь все с этим строго, поэтому вы идете в ближайший налоговый орган, то есть в Польше он называется ужин скорбовый. В ужин скорбовый подается заявление, а также квитанция об оплате государственного сбора. После этого юридическое лицо получает книп. И стоимость такой услуги будет стоить около 170-200 злотых. Немного отойдя от темы, хочу рассказать вам об одном проекте под названием «Второй паспорт», который заинтересовал меня большим спектром иммиграционных услуг и своим уникальным бизнес-предложением по заработку на иммиграции. Компания, которая сотрудничает с более 70 странами, помогает получить вам визу, а также вид на жительство, готовит кейсы для политического убежища. Так что, если вы не знали с чего начать, как иммигрировать, что, какие документы, куда бежать, тогда вам прямая дорога именно к этому проекту, который называется «Второй паспорт». Заказать их услугу вы можете на их официальном сайте, который продублирую вам здесь, а также в инфобоксе. А также очень интересное предложение для предпринимателей. Если же вы хотите купить франшизу, то она вполне подъемная. Стомя 7500 долларов плюс еще около 1000-1500 на офис и сотрудников, при доходе 5-8000 долларов фирма окупается где-то за полгода. А получить такой доход вполне, конечно же, реально. Поэтому я предлагаю вам, если вы хотите работать сами на себя и получать хороший доход, а также быть легально на территории той страны, в которой вы хотите быть, то обратиться к данному проекту «Второй паспорт» и получить у них более детальную консультацию по номеру телефона, который я оставлю вам здесь, а также в инфобоксе. Ну а также, если вы станете первым представителем компании в Польше, то ребята готовы предложить вам особые условия эксклюзивно зарабатывать на дотации, а также получать дополнительные задания от главного офиса в Нью-Йорк. Если все-таки вы хотите решиться открыть свой бизнес, либо же хотели бы получить гражданство другой страны, обратитесь к этому проекту, я уверена, что они вам помогут. Теперь возвращаемся обратно к нашему бизнесу, к нашей открытии с пулки. Когда вы уже практически на последних этапах открытия фирмы, то следующее, что вам нужно, это, конечно же, зарегистрировать себя в ЗУСе, то есть это страхование. Без страховки здесь на территории Польши нельзя и, конечно же, без страхования вы даже не сможете податься на карту временного побыта. В ЗУСе все очень просто. Вы обращаетесь в самые ближайшие отделения в вашем городе ЗУС и просто подаете заявление о новом налогоплательщике, который открывает свой бизнес. Вам все там расскажут более детально, что вам нужно будет заполнить, какие документы прикрепить. Чаще всего даже на сайте ЗУСа вы можете найти полностью весь комплект документов, которые вам нужно будет принести, а также вы можете скачать там формуляж и заполнить его сразу же дома. Ну, в принципе, это как бы и все этапы, которые вам нужно пройти. Еще единственным, а самым последним, тоже это не для каждой фирмы нужно, но практически для спулки это делается. Это изготовление печати, здесь не нужно никаких разрешений, изготавливают печати практически в любом копицентре даже. Стоимость ее около 20-40 злотых, все зависит тоже, что вы хотите там, как вы видите свою печать и для вас ее изготавливают. Есть возможность также зарегистрировать свою деятельность через интернет. Конечно же, это намного будет проще и быстрее, но вам немножко обойдется оно дороже. При этом для того, чтобы зарегистрировать свою деятельность через интернет, вы должны иметь электронную подпись. Помните, как в каких-то ранее видео я вам рассказывала о системе EPUAP? Когда-то, когда еще не прописывали людей и автоматически никто не получал PESEL, тогда вот как раз это был и самый главный устав, то есть закон, по которому можно было получить PESEL. Поэтому, если у вас есть PESEL, вы можете зарегистрироваться в системе EPUAP и получить электронную подпись. Электронная подпись это очень даже хорошо, потому что через эту систему вы можете подавать даже ту же налоговые отчеты, те же PIT, не выходя из дома, просто подписывая электронную подпись. Это очень удобно. Поэтому, даже если вы не открываете свою деятельность, я вам все-таки советую и рекомендую открыть, заложить точнее конта в системе EPUAP. Регистрация деятельности проходит на вот этом вот сайте, которым я сейчас вам здесь напишу. Не буду его тут коверкать как-то. Вы просто открываете этот сайт и там детально все расписано, где, куда кликнуть, что нужно заполнить и что нужно нажать. Если вы без учредителей, тогда вы просто заполняете все от себя, как от одного лица. Дополнительными затратами регистрации фирмы через онлайн это будет около 380 злотых, то есть 23 злотых налог и плюс там остаток той суммы, которую я вам сказала, это налоговый еще сбор. Поэтому, кто-то выбирает регистрацию онлайн и не хочет никуда ходить, просто все делает и регистрирует свою деятельность при помощи интернета. Ну а кто-то выбирает стандартную регистрацию, то есть приходя в каждый ужин и подавая там отдельное заявление. Каждый выбирает свое и здесь я конечно же не вправе вам говорить какой из этих способов лучше, какой хуже. В принципе сам факт один и тот же остается, что у вас будет открыта ваша деятельность и вы сможете наконец-то легально работать. Я знаю, что наверное каждый из вас сейчас у меня наверное задаст в комментариях вопрос, а вообще можно ли открыть сполку и при этом трудоустроить самого себя. Я вам скажу, что да, можно, есть такие выходы. Очень часто люди открывают сполку на своих родителей например и себя туда трудоустраивают, при этом получают нотариальное право подписывать документы и быть ответственным за ведением этой сполки. Это тоже так же можно сделать. Самое главное, чтобы ваши фамилии были в КРС и чтобы вы потом в последствии, например, если вы бы открыли там агентство по трудоустройству, могли подавать документы в любой из ужин по делам иностранцев, в воевудский ужин, чтобы открывать там зазволение, освещение и так далее. Поэтому это все можно, есть очень много разных нюансов по этому поводу. Каждая ситуация, а также каждое открытие своего рода деятельности, оно индивидуально. Конечно, лучше всего всегда находить определенно какого-то нотариуса, который вам подскажет и поможет детально, что как сделать, потому что найдя хорошего нотариуса, вы можете даже никуда не выезжая, сидя дома, он за вас в течение одного-двух дней все сделает и у вас будет уже открыта деятельность. При этом еще вам также нужно будет найти кщенговую, не обязательно ее к себе трудоустраивать. Вы можете обратиться в какую-то бухгалтерскую фирму, которая будет вести ваш бизнес, либо же трудоустроить к себе щенговую на ту же умову отдела, например. А также, когда вы открываете свою деятельность и если у вас нету карты столового побыта, вы открываете по карте обычного побыта, либо же по бизнес-визе, но это тоже там свои есть нюансы, при этом вы не можете сильно податься на карту побыта, так как вы должны показать свой доход в течение года, чтобы податься на эту карту. На сегодня у меня и все. Надеюсь, что это видео было хоть и не сильно длинное, но понятное для вас. Спасибо, что сегодня были вместе со мной, ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. Не забывайте подписаться на мой канал, а также поделиться этим видео со своими друзьями. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok